В Житомирской области на взятке погорел депутат. Он хотел наладить незаконную добычу янтаря. СБУ задержала политика с поличным. По нашей информации, это представитель радикальной партии Владимир Халиманчук. Чтобы не препятствовали его нелегальному бизнесу, он пытался заручиться поддержкой начальника областного управления защиты экономики. За четыре дня работы своих старателей и дальнейшее сотрудничество депутат предложил подполковнику 1600 долларов. Сотрудники СБУ задержали Халиманчука, когда он пришел в рабочий кабинет полицейского и принес часть суммы. Владимир Халиманчук бывший гаишник, теперь бизнесмен. Он занимается грузовыми перевозками и заготовками дорогих пород древесины. Активно выступает за добычу янтаря в Житомирской области и еще один радикал-депутат облсовета Илья Смычок. 25 мая депутаты облсовета дали разрешение компании «Экотехстрой» на использование недр, другими словами, добычу янтаря на территории 400 гектаров. В 2014 он был в списке радикальной партии Олега Ляшко под номером 98, но в парламент не прошел, стал помощником лидером фракции. И хотя был в этой роли недолго, около года, бизнесмен, похоже, продолжает использовать свое политическое прошлое в радикальной партии. А вот другому радикалу, народному депутату Андрею Лозовому, повезло куда меньше. Генпрокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Лозового подозревают в уклонении от оплаты налогов. По данным следователей, тем самым тот нанес государству ущерб на сумму почти 2 миллиона гривен. Под пристальным вниманием правоохранители и сам лидер радикальной партии. Вчера в столичный офис политсилы пришли с обыском. На сайте интернет-издания «Лига.нет». Спикер нацполиции Оксана Блищик сообщила, там проводились следственные действия. Напомню, в апреле главу фракции радикальной партии допрашивали в НАБУ. Хотели выяснить, откуда у семьи Ляшко 20 миллионов гривен на покупку недвижимости. Но ответа так и не получили. Вызывали Олега Ляшко и в НАПК по подозрению в нарушении закона о предотвращении коррупции. Субтитры создавал DimaTorzok